Добрый день. Добрый день. Екатерина Геннадьевна решил смягчить удар. Мы живем не в мире потрясений, а в мире многих землетрясений. И под нами ходит земля. Сейчас я вам немножечко постараюсь об этом рассказать. Но сначала скажу, что я вам завидую по-доброму. Вы вступаете в мир, который абсолютно непонятен. Вот когда я был в вашем возрасте, я был чуть младше или чуть младше, потом стал аспирантом, было понятно, куда мир идет. Там было два лагеря, но тем не менее было понятно, что мир идет к более либеральному порядку, к более демократическому порядку, к победе более-менее гуманного социального капитализма. Но даже в нашем коммунистическом мире мы, кто смелее, кто потрусливее, чувствовали, что мы идем более-менее к единому будущему. А тогда же была изобретена теория конвергенции великим русским физиком Сахаровым, которая подразумевала, что капитализм и социализм когда-нибудь сойдутся. И мы будем жить в одном и том же мире. Самые передовые ученые того времени, которые, кстати говоря, до сих пор существуют и теории которых вы до сих пор изучаете, хотя они абсолютно не оправдались, предсказывали мировое правительство, предсказывали глобальный мир, управляемый более-менее единым правительством, транснациональными корпорациями, которые будут сильнее, чем государство, и глобальными НКО. Эта теория до сих пор популярна, и профессора их разглашают с кафедр, а мир идет в совершенно другом направлении. Совершенно понятно, что происходит ренационализация мира. Вместо стирания грани между государствами, государство становится слабее, потому что оно, государство становится слабее, потому что оно не может так, как раньше, контролировать ситуацию у себя на территории, но одновременно население, увидев вызовы глобализации, бросилось к государству. И мы переживаем ренессанс государств. Этот ренессанс связан и с тем обстоятельством, что в мире появилось огромное количество новых идееспособных государств. Еще 40-50 лет назад колоний уже не было, но большинство государств, которые мы сейчас знаем, и которые играют существенную и повышающуюся роль на мировой арене, не существовали. Что такое была там Камбоджа, что такое были Вьетнамы, но только что война там была. Практически никто не обращал на них внимания. Сейчас это дееспособные игроки мирового сообщества. Подъем Азии – это подъем национальных государств. Большинство НКО, которые до сих пор существуют, либо приватизированы, либо политизированы. Есть, конечно, еще независимые. Я являюсь руководителем одного из них, самого старого НКО в России, который называется Совет по внешней оборонной политике. Но даже я знаю, насколько очевидно осужается свобода для действия НКО и не только у нас внутри страны, но и за рубежом. Раньше я общался с партнерами, с которых считал независимыми. Сейчас таких у меня больше партнеров практически нет. Все они либо идеологизированы, либо приватизированы государством. Считалось, что мир идет к демократии. Это нас очень радовало всех. Потому что демократия – самый комфортный и самый гуманный способ управления миром и обществами. Это была тоже прекрасная мечта. Абсолютно не историческая. Считалось, что все мы придем к демократии. Мы забыли, правда, при этом, тогда забыли, что демократия появлялась и уходила, и практически всегда погибала. Демократия существовала в Афинах. Потом она была побеждена. Демократия была республикой Греции. Потом и там она ушла. Была республика Венеция. Она пала под своими собственными противоречиями и под влияние, и под угрозой Наполеона. И историю можно было бы продолжить. Это не значит, что демократия погибнет. Но это значит, что это один из способов, лишь одним из способов управления, который обществами, который в зависимости от состояния мира внутри этих обществ, выходит на первый план, уходит на другой план, на обратный план, побеждает или проигрывает. При этом даже неизвестно, кто побеждает, кто проигрывает. Что является победой, а что является выигрышем. Я мог развенчивать мифы, которые иногда даже вам до сих пор внедряют со страниц учебников. И дальше я перейду к причинам, почему действительно мир вступил в совершенно сумасшедший период перемены. Почему я говорю о том, что в международных экономике, в международных отношениях, в мировой политике и, главное, в умах людей происходит землетрясение. Начну еще раз подчеркну одну мысль, которую я уже вначале заложил в ваши головы, но сейчас я ее выведу на поверхность. Мы не понимаем, что происходит. Изменения происходят столь быстро, что человечество, политические классы не могут угнаться за тем, что происходит. В значительной степени это еще, конечно, варианты и последствия информационной революции, которая смывает мозги и не дает людям думать стратегически или даже оперативно-тактически, то есть на несколько лет вперед. поэтому мир сейчас и страны, и классы, и люди пробиваются сквозь абсолютно непонятные воды, проплывают неизвестные, ведут к неизвестным островам. И в этой ситуации этот интеллектуальный хаос, который я считаю одним из главных характеристик нашей эпохи, когда люди не понимают, дает большинство людей, подавляющее большинство людей, дает возможность побеждать сильно. Но сильные сейчас немножко другие. Впрочем, сильные и в старом смысле сильные. Это те, кто может не идти по течению, те, которых не смывает информационные потоки, 99% которых и ложные. Это я вам точно говорю совершенно. Все, что вы читаете о международных отношениях, о мировой политике, кроме одного-двух процентов, это либо наведенная информация, либо заведомо ложная информация. То есть это либо идеологизированная информация. Ну таки вот, поэтому образование сейчас, а вы думаете о своем будущем, это тренировка воли, тренировка самостоятельности, тренировка личной способности к борьбе и победе в абсолютно непредсказуемой обстановке. Нужно просто понимать это. Тем более вы самостоятельны, тем более самостоятельен ваш ум, тем больше у вас возможностей побеждать, вести за собой. Это было всегда, но сейчас особенно. Так почему? Произошло несколько и происходит на наших глазах несколько мощнейших геоэкономических, геополитических, ну и даже геоидеологических сдвигов, которые накладываются друг на друга, усиливают друг друга, иногда гасят друг друга. Главный из них, это вышедший на поверхность лишь недавно, но накапливавшийся в течение последних десятилетий, накапливавшийся в последних десятилетий тенденция к завершению господства Запада в мировой системе. Запад в мировой системе господствовал относительно недолго в Европе, хотя мы относимся, кстати говоря, к Западу в этом смысле культурно. Запад, Европа начала побеждать в мировой системе где-то с 16-го, 17-го века, иногда говорят 14-го, реально 16-го, и главная причина победы Европы и нас, кстати говоря, мы были частью Европы, заключалась в том, что Запад, Европа из-за своей особенной истории раздробленности на государство, в том числе полураздробленности религиозной, постоянно вела войны. И обрела способность к победе над любыми другими противниками. Как вы знаете, большинство великих изобретений «Астролябия порох» были изобретены не в Европе. Но именно в Европе были изобретены лучшие пушки. Именно в Европе благодаря, может быть, даже историческим случайностям были изобретены лучшие океанские корабли. Кстати говоря, это действительно историческая случайность. Вы знаете, что по какой-то до конца нам неизвестной причине в Китае в 15-м веке был потоплен океанский флот где-то в районе 300 кораблей. И каждый из этих кораблей был несколько раз больше, чем те каравеллы, которые европейцы посылали для открытия Америки. Тогда это была Новая Индия. А потом посылали, наоборот, уже вокруг мыса Доброй Надежды в Азию. Что там произошло, мы до конца не знаем. Мы знаем точно, что Китай в тот момент был гораздо более развитой цивилизацией и гораздо более мощной. Но китайцы, благодаря, опять же, целой серии исторических обстоятельств, главной из которых у них не было противников, они не стали создавать эффективные вооруженные силы и армию. В Китае где-то с 13-12 веков и во многом даже и до сих пор, хотя это уходит, говорили, что хороший человек, умный человек, в солдаты не пойдет. Это особенность тогдашней китайской культуры. В результате мы получили то, что называется западным военным превосходством, который позволил Западу навязать свои политические порядки, захватить колонии, а со своими политическими порядками навязывалась идеология. Благодаря этому либеральная идеология, именно либеральная в смысле открытости мира была, конечно, связана с превосходством сначала Великобритании, а потом США на морях. Либеральная экономическая теория. И вот сейчас это все заканчивается. Кстати говоря, еще раз скажу, мы для нас это тоже проблема, потому что если мы думаем, что мы захватили Сибирь, увеличив территорию в несколько раз в 16-17 веках, благодаря исключительно легкости казаков или их готовности или желании удрать от гнетов в коренной России, это не совсем так. У них была лучшая военная организация и были пищали, с которыми они разгоняли местные племена и захватили, соответственно, гигантскую совершенно территорию. Так вот эта вот история теперь подходит к концу. Она подошла к концу, значит, начала подходить к концу, где-то, конечно, в 40-е и 50-е годы, тогда, когда Советский Союз начал развертывать ядерное оружие. Но до поры до времени эта теория, эта история не выходила, на первую очередь люди ее не понимали. Хотя уже и тогда появление ядерного оружия взаимного сдерживания, хотя у нас было гораздо меньше ядерного оружия, давало некоторые звоночки, по которым можно было бы предположить, что произойдет вот сейчас. Напомню вам, из ваших учебников, смешно вам напоминать, американцы не смогли выиграть Корейскую войну. Хотя думали о том, чтобы пустить ядерное оружие против китайцев и нас, и против северных корейцев, но остановились. Они проиграли Вьетнамскую войну, хотя рассматривали возможность применения ядерного оружия, опять испугались. И далее потихоньку-потихоньку вся эта история нарастала. Она, но до поры до времени не вышла по-настоящему на поверхность, потому что в 80-е годы Советский Союз, альтернативная система, и система, и страна, и группа стран, которые она возглавляла, которая сдерживала Запад, уравновешивала Запад, развалилась. И показалось, что все, конец истории, что все, наконец, победила и либеральная экономика, и демократия, что Запад победил и стал всемирным. Но гномы истории работали. Тогда была сделана трагическая ошибка, и когда в 91-м, 93-м году я участвовал в этих процессах, молодая Россия, желая присоединиться к Западу и желая стать им. Вопрос, могли ли, готовы ли были. Следующий вопрос, мы хотели. Была отвергнута по целому ряду соображений. Было решено, что нечего с ней считаться. Если бы эта ошибка не была сделана, я вам просто говорю, как очень дорого может стоить ошибка. То сейчас мы, может быть, не говорили бы о конце господства Запада, потому что Западом была бы вторая помощь военной державы мира. И Китай, условный Китай, в котором мы сейчас дружим, находился бы в совершенно другом окружении. Это не значит, что Китай не развивался бы, но его могущество и даже будущее к доминированию в мире не стояло бы на повестке дня так остро, как оно стоит сейчас. Затем начались истории, которые проходили почти что уже на вашей памяти. В 2000-е годы, решив, что Запад, что он победил, наши партнеры, сейчас говорят противники, ну кто бы то ни было, решили, что нужно закрепить свою победу окончательно военной силой. Другого слова я не могу употребить в Афганистан, и проиграли политически. До сих пор там ничего не происходит, там идет та же самая война, гибнут люди, политически проигранная война. Полезли в Ирак, убили 800 или 900 тысяч человек и проиграли политически. Полезли в Либию, развалили страну. И на поверхность как раз и вышло то обстоятельство, что Запад больше не может навязывать свои возможности силой. А это неожиданно привело и к другим последствиям. Раз вы не можете навязывать свои возможности, свое влияние, может быть, и ваша политическая система не столь эффективна? Люди начали об этом думать 7-10 лет назад. Никто в мире, я вам почти говорю уверенно, не мог поставить под вопрос такой постулат, что демократия – самый эффективный способ управления. Сейчас это уже почти что комильфо, просто еще не сказано, что другие способы управления являются более эффективными. И мы не знаем, какие способы управления являются более эффективными. Но совершенно понятно, что демократия без военного превосходства не обеспечивает обществом победы и успеха. 2008 год – это был как раз тот самый переломный период человеческой истории, который ваши уже дети будут вспоминать, когда будут учиться, и вы, наверное, будете рассказывать, когда вы были совсем еще маленькими тоже, но тем не менее вы уже участвовали в этой истории, когда произошел этот перелом. Экономический кризис, серия поражений в войнах, и после этого вся структура мира редко посыпалась. Не состоялся однополярный мир. Его, правда, еще называли либеральным мировым порядком, как раз в нем, в том, что мы разрушали его, нас и обвиняют, он не был ни либеральным, ни мировым, ни порядком. Не путайте две вещи. Здесь либеральный мировой экономический порядок, я тоже об этом немножко скажу, это открытая мировая экономика, созданная когда-то американцами, западниками, мы, к сожалению, в этом не участвовали, и достаточно эффективно обеспечившие рост и процветание человечества на протяжении последних 70 лет. Был установлен либеральный мировой порядок. Он был не либеральным, поскольку он отрицал свободу выбора. Либеральный – это свобода. И я был порядком, потому что западные партнеры, почувствовав свою безнаказанность, стали вести одну войну за другой. Самое, конечно, известное – это фантастические зверские бомбардировки Югославии. 78 дней беззащитной страны. Нужен потом в процессе наших обсуждений, я вам объясню, почему это так было, и почему это было так ужасно, а потом все то, что я вам сказал. То есть это был беспорядок, закон джунглей. И в какой-то момент усиление России поставило этому конец. и поэтому одна из глубинных причин того напряжения, которое мы сейчас испытываем в отношении Запада в широком смысле этого слова и Соединенных Штатов Америки в узком смысле этого слова, это реакция Запада на чудовищно быстрый обвал их позиций. Этот обвал прошел с 2008 по нынешний год. Его пытаются сейчас развернуть пять военными метами, рванул в сторону, увидев, что он не может потянуть за собой весь Запад, рванул в сторону Трамп, поддержанный значительной частью американской элиты под лозунгом «America first». Эта американская группировка хочет сохранить свое богатство, власть, но уже в гораздо более узких рамках. Но как бы то ни было, того мира уже десять лет нет, и это глубинная причина вот того недовольства, которое существует среди наших западных партнеров. И, к сожалению, да, главной причиной этого недовольства является то, что Россия сохраняет свой ядерный потенциал, сдерживает таким образом США и всех остальных, поддерживает таким образом, кстати говоря, и баланс, и мер, но мы являемся глубинной причиной этого провала или считаемся глубинной причиной этого провала. Второй режим, который рушится на наших глазах, это тот самый или не рушится, трещит, рушится слишком сильное слово. Значит, первый – это доминирование Запада, второй – либеральный мировой порядок, то есть односторонний, однополярный мир, третий – либеральный экономический порядок. Он создан был, как вы знаете, в 45-м году, условно в 45-м году в Ретн-Вудсе была создана международная система, которая ввела к либерализации экономики, и в принципе она дала возможность миру развиваться довольно эффективно, дала возможность человечеству достичь абсолютно небывалого благоденствия. Но вот первая причина падения, наступления стратегического пата в какой-то момент лишила главных спонсоров и главных бенефициаров этого либерального экономического мира «Запад» возможности навязывать свою игру и свои условия военной силы прямо или угрозы ее применения. Если бы сохранялось военное превосходство Запада, никакого подъема Китая, который через 15 лет станет первой державой мира, а уже сейчас является первой, второй экономической, а по совокупной мощи станет через 15 лет уже первой державой, никакого, конечно, Китая не было бы. Но вот этот пад обеспечил реальную демократизацию мировой экономической системы и обеспечил свободный подъем новых. А старые стали проигрывать. Стали старые проигрывать и потому, что особенно в Европе у них за жирные годы у них появилась фантастически мощная, опять же, благополучная социальная экономика, но она подрывала конкурентоспособность. В Азии и в других странах люди были готовы работать интенсивнее за в разы меньшее деньги. Затрещали позиции старого мира в мировой экономической системе. И в этой ситуации неожиданно мы увидели, это произошло неожиданно всего лишь несколько лет тому назад, как пошла то, что я называю военизация, политизация мировой экономики. Санкции посыпались со всех сторон. Пошла волна, пока не очень явная и не очень мощная, протекционизма. Воплощением ее стал, конечно, Трамп. Трамп пришел к власти, потому что он опирался, я немножко потом на нем же остановлюсь, что здесь еще очень важная для понимания современного мира тенденция, потому что он опирался на ту Америку, которая проигрывает в этой мировой конкурентной борьбе, не глобальную Америку с глобальными интересами, а Америку национальную, Америку национального капитала, которая проигрывала в конкурентной борьбе. Он сказал все, мы сбрасываем и правила. Конечно, он сбрасывает их не до конца, он сбрасывает только части, он сбрасывает только невыгодные, как ему сейчас кажутся правила. И повел Америку в сторону неопротекционизма. Но эта тенденция существовала уже и до того. Она связана и с локализацией в мировой экономике, регионализацией. Единая экономическая система начала трещать уже несколько лет тому назад. Если 5 лет тому назад на факультете мировой экономики и международных отношений я все время требовал от своих преподавателей, чтобы они прекратили морочить голову бесконечными разговорами в ВТО. Мои коллеги помнят, что нас обожали в ВТО, потому что наш факультет в том числе вырос на том, что многие наши преподаватели вели переговоры по вступлению России в ВТО. ВТО сейчас – это одна из где-то там фоновых организаций мира. Это время той либерализации прошло. И мы вступаем в новый мир, в котором страны будут все больше бороться экономическими и неэкономическими и иными способами за конкурентные позиции в мире. Жесткая конкуренция. Я это называю военизацией мировой экономики. Не в военизации в смысле обязательно использование военных целей, а использование в политических целях, использование в целях жесткой конкуренции. Мы, естественно, сконцентрировались. Мы, естественно, центропупы. Любая страна и любой народ заинтересован только в самих себе. Мы, может быть, черемерно в этом заинтересованы. Но я думаю, что вы, как люди более широкой культуры, понимаете, и не так сконцентрированы только на самих себе. Но санкции – это новая, как бы обязательная черта новой мировой экономики. Санкциями сыпет не только США. Сотни санкций будет Европейский Союз, который является пока еще, во всяком случае, в словах, оазисом старой либеральной мировой экономики. Ну и еще одна революция. Это революция подспудная. Она дала мощный толчок всем остальным. Это то, что я называю социальная революция. Конечно, не дай бог никакая не социальная революция, типа нашей Великой Октябрьской или Французской. Это реакция населения, людей, обществ, стран на глобализацию. От глобализации выигрывают одни страны. Сейчас мы выяснили, что от глобализации стали выигрывать другие страны, чем предполагалось изначально. И поэтому мы увидим сейчас вот это огромное напряжение. От глобализации выигрывают определенные группы населения, образованные, близкие, например, к цифре, близкие к новейшим, но не всегда на этот момент новейшим отраслям экономики. Но от глобализации проигрывают огромные слои населения. В большей части мира стал сокращаться средний класс, и в большей части мира средний класс стал понимать, что его дети и он сам будут жить хуже, чем его родители, чем их родители. Это привело к мощному усилению и национализма, и антиглобализма. Иногда очень яркого, с красивыми флагами, с демонстрациями, а иногда очень глубокого и подспудного. Ну, и так называемого популизма. Теперь я перебрасываю еще один мостик, чтобы в скором времени дать вам возможность попытаться выпутаться из той сети, которую я плету для вас, может быть, с помощью вопросов и моих ответов. И вот одновременно выяснилось, что из-за этой реакции во многом на внешние вызовы, с которыми нынешняя мировая политическая и экономическая система и государственные системы отдельных ведущих государств не справляются. Появилось ощущение того, что современные западные демократии начинают проигрывать в конкурентной борьбе. Появился термин «популизм». Вы, несомненно, об этом читаете. Популизм, естественно, еще два года популистов, так называемых популистов, что вызывало оторп у людей типа меня, да и, собственно говоря, у всех нормальных коллег на Западе, называли чуть ли не фашистами. Популизм – это нормальная реакция нормального организма на изменения, которые невыгодны этому организму. Но одновременно произошел еще один очень интересный процесс, который, пожалуй, никто из вас не знает, да и даже мои только. Я пытаюсь моим это доказать. Процесс заключался в том, что популисты получили возможность выигрывать. Я всегда говорю всем моим студентам, не лезьте в Инстаграм, не лезьте в Фейсбук, хотя сам грешен. Ночами все-таки смотрю. Так вот, социальные сети дали возможность недовольным массам социализироваться, организовываться вне политических систем. Правящие классы большинства старых государств потеряли или уже потеряли, или теряют возможность управлять политическими системами старыми метами. Партии рассыпаются. Практически, посмотрите, в Германии как аренция между стал демократами и христианскими демократами практически никакой. В США все-таки ситуация почище, но в остальном мире она приблизительно такая. Партии слабеют. Традиционные СМИ, которые управлялись правящими классами партиями, уходят в небытие, их никто не считает. Они не могут оказывать влияние на массового избирателя. Многие внутри правящих классов Запада начали, правда, вы почти нигде это не встретите, но если очень внимательно будете смотреть, увидите, что демократия жила свое, она не может обеспечивать конкурентоспособность и развитие. Это стали говорить старая элита. Но, естественно, прямую она это сказать не может. И в США сейчас происходит очень интересный процесс, в котором мы участвуем невольно. Элита допустила к власти в первый раз в истории Соединенных Штатов Америки со времен декларации независимости. Ну, была там еще гражданская война, но все-таки не допустили. Не своего человека. Он был выбран народом. Он был выбран протестующим народом, вышедшим из-под контроля. Трамп яркий, человек с дикими иногда взглядами. Но, на самом деле, главный его грех в глазах американской элиты – это то, что он не их. Когда в Америке были кризисы, после поражения в Вьетнамской войне и кризиса нефтеноса в 70-х годах, выбрали такого Картера, совершенно абсолютный божий одуванчик. Его быстренько убрали, но был совершенно никакой, но тем и выбрали его. Когда был еще более тяжелый кризис, выбрали Рейгана. Он был почище по своим высказываниям, чем нынешний Трамп, но он был свой, приведенный с определенным мандатом. Таким же приблизительно был и Обама. А сейчас, помимо правящего класса, народ выбрал народ, или часть народа, вернее, конечно, потому что это не весь народ, значительная часть американского народа действительно не приемлемет идей взглядов Трампа. Это приблизительно половина, как вы знаете. Народ выбрал человека, который, если не их интересы отражать, то и взгляды. Это вызвало землетрясение. И сейчас мы видим в Америке процесс попытки правящего класса взять под контроль социальные сети, которые являются главной причиной, как они считают, я думаю, что это не так, но тем не менее, как они считают, того, что политический процесс в стране вышел из-под контроля. В меньшей степени эти же процессы происходят и в Европе. И тут я возвращаюсь к веселому и грустному. То, что Россия сейчас обвиняет, бог знает в чем, является результатом двух с половиной причин. Первая причина – это то, что мы стоим насмерть, мы являемся помехой возвращению превосходства. И это поняли. Вторая – нас используют просто как боги, то есть как пугало, для того, чтобы закрутить ситуацию у себя внутри, взять под контроль социальные сети. Я очень внимательно, но у меня есть друзья-американисты, американцы, я очень внимательно смотрю на дискуссии и вдруг вижу, что почти ничего, что стоит за этой компанией, хотя, впрочем, весьма эффективно привела весь значительный часть американского правящего класса на привычные рельсы антирусизма, антисоветизма, почти ничего не выходит реального. То есть нас там почти нет. Я думаю, я надеюсь, я бы гордился, если бы хотя бы 2% того, в чем нас обвиняют, было бы правдой. Потому что уж больно обидно, что всем быть обвиненным облыжено. И поэтому эта причина наших нынешних разногласий с Западом довольно глубока. Если первая глубока до центра земли, то вторая, может быть, не так, но довольно глубока, во всяком случае, она будет продолжаться до тех пор, пока наши западные партнеры не смогут взять под контроль политическую ситуацию и политические системы внутри своих стран. Поэтому нам придется жить в другом мире, в мире довольно высокого уровня вражды, объективной. В мире военизации экономических отношений или политизации экономических отношений, когда каждый из вас, будь он частный бизнесмен, государственный чиновник, руководитель корпорации или основатель маленькой компании, должен будет строить свою жизнь с пониманием, что он будет жить в нелиберальном, несвободном и гораздо более жестком мире. Поэтому надо просто к этому приспособиться, понять, потому что такой мир дает тоже огромное количество возможностей. Надо его понимать, надо к нему приспосабливаться, надо уметь лавировать. Когда-то на факультете мировой экономики и мировой политики у нас, вернее, сначала в СОПе, в Совете по внешней оборонной политике в конце 90-х, начале 2000-х, а потом у нас на факультете мы задумали экономический поворот на восток. В конце 90-х, начале 2000-х ничего не получилось, потому что мы разваливались, по-прежнему было не до того. А в середине 2000-х что-то получилось. Молодые ребята, магистранты, сейчас они уже ведущие преподаватели и ведущие ученые у нас в факультете, хотя им там всем по 30, а им тогда было по 20-21. Доказали, что экономический поворот на восток не только выгоден, потому что он, что там растущие рынки, что там новые возможности, что там новый запад. Они доказали, что у нас появились новые конкурентные возможности, которых у нас не было никогда в нашей истории. Это отдельный вопрос, но одно из них я вам упомяну для того, чтобы показать, как важно абсолютно другое мышление. Кто-то из моих ребят, когда мы там обсуждали все, там писали доклады, потом пробивали их через нашу элиту и под конец все-таки пробили. Потом нам, конечно, помогло обострение отношений с Западом, но поворот на восток начался задолго до резкого обострения отношений с Западом в 2013-2014-2015 годах. Да вот кто-то из них сказал, что, слушайте, ведь у нас есть огромное преимущество конкурентных холодов. Ну, естественно, сдрогнули. На том посчитали, что большинство data processing и data storage предприятий Азии находятся в районе Шанхая. Они жрут каждый из них, приведено столько же электроэнергии, сколько средний алюминиевый алюминий плавильный завод, то есть чудовищное количество. И что если эти заводы построить у нас, то себестоимость сохранения гигабайт информации будет гораздо меньше. Ну, а вы сами понимаете, что в нынешней ситуации это огромная индустрия. Мы посмеялись, опубликовали эти результаты. Первый такой завод работает около Иркутска уже. И там сохранение гигабайта информации стоят четыре раза дешевле, чем в районе Шанхая. Если бы мы были нацелены не на общественное благо, а мы были нацелены в первую очередь на общественное благо, а если бы это был наш как бы микроделовой проект, мы бы, наверное, запоминтовали бы эту идею и завод построили бы попозже. А мы ее так выбросили в мир. Вот ее подхватил конкретно и УЭН такая из компании. И вот они сейчас строят уже, по-моему, второй, третий завод. Ну вот, поэтому очень все страшно, абсолютно непонятно, великолепно. Удачи. Давайте теперь вопросы. Ребята, у нас на УЭН-спике очень много и совершенно логичных вопросов, ожидаемых и совершенно неожиданных. Пока нам выводят, давайте пару вопросов из зала. Сергей Александрович, спасибо большое за лекцию. Отобег с высшей школой экономики. Отобег с высшей школой экономики. Мой вопрос заключается в трехсторонних отношениях между США, КНР и РФ. В последнем отчете Пентагона было выведено, что Россия и КНР являются главными врагами США. И, соответственно, что вы думаете, предпримут ли США ту же стратегию, как в холодной войне, когда они повернулись к Китаю для того, чтобы сдерживать СССР? Либо они сейчас уже решат присоединиться к РФ, чтобы сдерживать Китай. Китай и Россия объявлены врагами США, так правильно? В чем вопрос теперь? Вопрос в том, что предпримут ли США ту же стратегию, что в холодной войне, когда они соединились к Китаю для того, чтобы сдерживать США? А, все понятно. Значит, мы, во-первых, конечно, не знаю, поскольку это все-таки в головах у американцев, а не у меня. Но пока могу сказать, что уровень принятия решений в США столь чудовищно низок, хотя нам кажется, что это невозможно, потому что такая большая страна, богатая, с таким мощным интеллектуальным классом, что, думаю, у них уже мозгов не хватило. Для того, чтобы сбить Россию и Китай, несмотря на то, что мы очень разные общества, у нас очень много внутренних напряжений уже в единое целое. Таким образом, конечно же, американцы будут пытаться нас развести. Более того, Трамп пришел к власти с идеей, помните, он хотел любить Россию. Некоторые друзья из его лагеря приезжали в Москву и объявляли цену любви. Он не хотел любить бесплатно. Цвета любви была отказа нас от некоторой поставки некоторых видов вооружения Китаю и поддержки Китая в Южно-Китайском море и еще кое-где. Оказалось, что у него руки, во-первых, мы ему сказали, кто что говорил, не знаю, но так, что я знаю, что, знаете, Китай вот здесь у нас на границе, а вы там, мы знаем Китай пока на ближайшие 5-7 лет, что у вас будет, мы не знаем. И поэтому мы их спокойно послали. А к тому же выяснилось, что Трамп ничего не может сделать внутри страны пока. Он может, кстати говоря, через 2-3 года взять под контроль и даже выиграть следующий выбор или Ивонку провести, о чем он мечтает. Ивонка Трампа – это его красавица-дочка. Но разводить будут. Но гораздо большая опасность существует, конечно, не со стороны США, которые все-таки, скорее всего, не смогут. Нет у них таких сейчас уже возможностей, какие они были когда-то. А все-таки самая большая опасность и самая большая возможность существует внутри российско-китайских отношений и в Евразии. Кеннер Киссингер гениальный. Он, кстати, у нас на факультете преподавал. Была потрясающая история. Потом расскажу. А он ведь не сам придумал сближение. Он использовал уже существовавшие напряжения между Россией, Советским Союзом и Китаем. И для него, в чем была его гениальность и Никсона, то, что они смогли переломить антикоммунизм, такой коренной своего правящего класса, и договориться с Китаем. Сейчас я не вижу таких возможностей, но если Китай будет двигаться так быстро, как он движется сейчас, то через 5-10 лет он может стать слишком сильным для своих соседей. И тогда появится новый источник нестабильности, в том числе и для России. И мы такую возможность не исключаем. Именно поэтому Россия теперь уже при поддержке самого Китая, но это еще очень только медленно разворачивающийся процесс, предложила идею евразийского партнерства, большой Евразии, в котором, главная, конечно, задача которого обеспечить мир стабильности и процветания во всей Евразии, включая Европу, и транспортную коннективити, более-менее либеральную экономику, поскольку США отваливается от либеральной экономики. Но внутренним и очень глубокой причиной этой концепции было погружение Китая в сеть отношений и балансов, чтобы он не стал слишком сильным, и чтобы другие против него не объединились. Это огромный вызов и для китайцев. Китайцы развиваются потрясающе быстро и ментально, и не только экономически. Но, конечно, мы понимаем, что у них проблема. Мы все дети своей истории. Понимаете, Россию невозможно понять, даже если без понимания тысячеста лет ее истории. Почему у нас такое яростное и зверское, я бы сказал, зверско-яростное и прекрасное отношение к суверенитету? Потому что в 2,5 века у нас был ограниченный суверенитет, как вы помните, так называемая татаро-монгольская ига, но теперь уже политически некорректно. Так вот, китайцы жили почти две тысячи лет как Поднебесная империя. Поднебесная имела центр и сеть вассальных государств, которых она, между прочим, не подавляла, она, скорее, покупала, коррумпировала, но требовала за это tributes. То есть поклонение, уважение, исследование в русле интересов. Вот китайцам нужно преодолеть эту традицию, которая ничем не плоха, может быть, даже лучше традиционной традиции баланса сил и войны всех против всех, которую мы, европейцы, имели в своей истории. Но, тем не менее, посмотрим. Мир открыт. Спасибо. Давайте следующие вопросы. Сергей Александрович, несколько вопросов с экрана и потом снова в зал. Ну, в общем, очевидно набравший наибольшее число лайков вопрос. Какова ваша позиция относительно украинского вопроса и мнения о ситуации с Крымом? Ну, интересная позиция. А что значит? Ну, ладно, я попробую ответить, хотя я не понимаю вопроса. Да, ну, первое. Очень жалко Украину. Она не смогла построить государственность. Значит, она деградировала... Это единственное государство бывшего Советского Союза, которое деградировало по сравнению с советской страной. Вот. У нее... Там не оказались элиты. Очень жалко. Это первое. А что с Украиной будет, я не знаю. Сейчас она получила мощный толчок из-за враждебности с Россией. Может быть, это создаст условия для возрождения или сохранения российской и украинской государственности. Не знаю. С моей точки зрения, я довольно хорошо знаю Украину. Считаю, что хорошо знаю. С 1991 по 2002 год я был председателем всех российских и украинских комиссий. Считаю, что война вероятна. И поэтому я пытался наладить отношения между различными группами элит, чтобы не сорваться. Вот потом плюнул и забыл. Так вот, по этому вопросу, так война все-таки, соответственно, случилась. Я думаю, что Украина может выжить либо как диктатура полуфашистская, либо не выживет. Либо она раздробится. Это оба два варианта ничем хорошим для украинцев не угрожает. Что касается Крыма, то ситуация очень как бы... Долгие годы люди типа меня, да и потом многие другие говорили, что расширение НАТО рано или поздно приведет к войне. Может привести к войне. Особенно, если встанет вопрос о членстве Украины в НАТО. Естественно, все нам возражали, что НАТО – это союз демократических государств. И, в общем, в это хотелось верить. Но в 1999 году произошел перелом. Союз демократических государств напал на беззащитную Вягославию. 178 дней бомбил ее. Это была чистая стопроцентная война агрессии. После этого даже формального права не опасаться НАТО не появилось. Выяснилось, что если группу государств не сдерживать, то эта группа государств или страна распоясывается. Это, кстати, относится не только к нашим западным коллегам, но и к нам. Если нас не сдерживать или вас не сдерживать, то вы можете распоясываться. Так вот, Крым – это была, может быть, уже запоздалая попытка остановить эту экспансию, которая привела бы к огромной войне. Абсолютно. Я знал, что если не остановить, то мы бы уже были, наверное, в большой войне, поскольку Россия не допустила бы расширения, почти неизбежного расширения НАТО на Украину, поскольку мы получили бы 2300 километров незачитимой границы. Ну, вот такая вот ситуация. Ну, плюс к этому, конечно, крымчане захотели в Россию, но это Россия воспользовалась их настроениями. Но, с моей точки зрения, на 90% это была геополитическая операция, которую надо просто воспринимать, вот так вот воспринимать. Да, остановили войну, которая была неизбежна, но получили маленькую, очень неприятную. Спасибо. Если суммировать ваши лайки по тематикам, то видно, что интересует вопрос будущего национальных государств. Я объединю этот вопрос в общую тематику. Продолжится ли процесс дробления существующих государств? Выживут ли большие федералистские или унитарные государства, и куда идет мир к унитаризму, к федерализму? Отличный вопрос. Он идет во всех направлениях, которые вы перечислили. Некоторые государства развалятся, будут создаваться новые империи, поскольку, как выясняется, империя – это хорошее. Если вы хотите поругать, скажем, то вы говорите, что империя – это плохо. А если вы так по другой стороне посмотрите, империя дает огромные возможности для развития культуры, для развития коммуникаций. И, например, Европейский Союз, дай бог, что он не развалится, является в чистом, в том процентном виде империи без императора. Единые правила, единая сеть, единая валюта, единые языки. Абсолютно. Это хорошая, вот эта классическая империя. Вот она сейчас, я могу рассказать, почему, если кого-то заинтересует, находится в сложном положении. Но надеюсь, что не развалится и через кризисы, кризисы, как бы, muddle down до более устойчивого уровня. Некоторые государства будут разваливаться, потому что совершенно понятно, что в современном мире слабое государство, слабый центр, если он не готов или не предлагает социальные блага или военную угрозу, то, например, условной Каталонии лучше отскочить, потому что ей выгоднее было бы жить в Европе. Но европейцы не дали Каталонии отскочить, как вы знаете, подавив там демократии. Поэтому я думаю, что на Ближнем Востоке появится несколько новых государств. Там точно совершенно, там все бурлит. Но, в принципе, я полагаю, что большинство из существующих государств сохранится. Я не могу сказать, к сожалению, об этом, об Украине. Но будем надеяться, что она не будет разваливаться с сильными метастазами, потому что это все-таки страна на наших границах, у нас огромные связи с ней чисто физически, экономия. Ну, уж я не говорю про, там, якобы общую историю. Эта история как нас объединяет, так и нас не разделяет. Поэтому пойдет во всех направлениях. Я не исключаю создание суперимперии США. Например, США, не империи... Опять же, империя плохое слово, потому что нас... Но если взять по-хорошему, ну, представляете, США уходит потихонечку. И создадут всемирный центр, мировой центр, который будет называться USA First. С несколькими государствами, входящими в него с большими зонами, связанными с ними валютами. А вторая совершенно гигантская суперимперия, вот какая она будет, в том числе от вас зависит, будет создаваться... Суперимперия, я говорю, будет создаваться, возможно, в Евразии. Китай не пойдет на физическую экспансию. Вопрос, как он пойдет, мы не знаем. Вот. Поэтому является ли Россия, по сути, единственной сохранившейся колониальной империей, господа? Но это смешно. Россия уникальная, интересная страна, которая имеет совершенно блистательный и потрясающий опыт создания империи. Ну, начнем с того, что митрополия жила всегда беднее, чем колонии. И всегда кормила колонии, что не было, как вам известно, нигде. А благодаря этому, после развала Советского Союза, почему и как, это отдельный вопрос. Все бывшие колонии живут гораздо хуже, как правило, чем митрополия. Второе. Россия фантастически имеет опыт толерантности в отношении религии. И охрещанивание, и тем более демусульманивание было очень узким. И, наконец, замечательный опыт интеграции элит, абсолютно нигде в мире не существовавший. Помните, что когда Грузия, условная Грузия присоединилась к России, то там были князья. И князь был маленьким вождем в деревне. В Россию несколько раз, по-моему, увеличилось, и всех грузинских князей приняли как князей под российскую корону. Поэтому грузины воевали столь отчаянно за российскую корону. И один из величайших героев России является принц Багратион, князь Багратион. То же самое касается и многих других регионов. Поэтому в России есть сильное настроение, что мы должны освободиться. Мы, русские, являемся колонией наших. Это противоположное настроение, чем стояло за этим вопросом. Ну, коллеги, надо думать, смотреть на всякие вещи. История, кстати, единственная наука, которую я призываю вас постоянно всю жизнь изучать. Это очень полезно. Из группы вопросов про рекрутинг во власть. Как вы относитесь к модели отбора на властные должности случайным образом или с высокой долей случайности? И существует ли проблема неблагоприятного отбора во власти и в элитах крупнейших стран, включая Россию? Ну, во-первых, конечно, лучшая система отбора – это меридократия. Мы во вышке пытаемся это внедрить. Но пока по всей стране еще не внедрили. Конечно, это абсолютно лучшая система, с моей точки зрения. Она является одной из главных причин успеха Китая. Потому что, по-моему, там, бог знает, с какого-то века там была введена система экзаменов для всех чиновников. И она в той или иной степени сохраняется до сих пор. В какие-то определенные периоды истории демократия является отличным источником способа управления и отбора элиты. Но на каком-то уровне, вот на нынешнем уровне, особенно в Европе и в США, в меньшей степени в США, демократия стала служить отрезательному отбору. Идет в политике, в лидеры. Не идут люди с лидерскими способностями. Я уверяю, что сверх толерантен, но с высоким уровнем тестостерона в крови. А только такие люди могут и вести с собой нации, особенно в трудных обстоятельствах. Сейчас мы видим это в Европе. Это одна из причин нынешней трудности наших европейских соседей. Если это речь идет о блат, клан и так далее, то понятно, что это неэффективная система. И слава богу, что вот сейчас, в том числе здесь, через структуру Сбербанка, через все эти запуски новых соревнований для молодых, эту систему пытаются преодолеть. В России действительно неэффективная система отбора кадров. Частично это объясняется революцией. И могу сказать, что даже в Советском Союзе, которым я вспоминаю без малейшей тени ностальгии, я сильно не любил этот строй. Кому же считал его, что он является системой, где большинство бездельников подавляют меньшинство трудолюбивых и умных. Дураков и бездельников. Но даже и там существовала более внятная система. Ее сейчас пытаются создать, в том числе через все эти соревнования, в которых и вы участвуете, в том числе через эти кадровые резервы. Получится ли это и когда получится? Ну, будем развиваться. Из группы про информацию и источники. Вы сказали, что большая часть информации либо ложная, либо идеологизированная, нерелевантная и 1-2% информации правдивы. Какие источники новостей вы бы порекомендовали из той же тематики? Кого из специалистов по международным отношениям вы можете рекомендовать, чье мнение для вас важно и представляет интерес? В России я считаю, что специалистов по международным отношениям, я сам себе в известной мере доверяю, а также Федору Александровичу Лукьянову, профессору нашего факультета, и Дмитрию Витальевичу Тренину. Есть еще трое-четверо, в том числе Тимофей Бордачев, у нас работает Бауэнов неплохо в Карнеге. Еще двое-трое ничего, но в принципе таких специалистов, которые могут понимать комплексы, практически нет. В мире, я думаю, таких двое-трое всего. Большинство людей либо идеологизированы, либо не понимая становятся идеологизированными. Гораздо приятнее, не понимая что-то такое, примыкнуть к большинству или начать кого-то ненавидеть, или кого-то начать сильно любить. Поэтому, что касается источников, то утром, вот сегодня я ехал к вам, я беру свой iPad, специально покупаю такой большой, чтобы глаза не портить, я уже пожилой человек. И, значит, у меня три западные газеты, три китайские, сингапурская, индийская, одна европейская, ну и газеты, или агентства, и пять-шесть русских, я просматриваю. От новой газеты до взгляда. Новая газета – это качественная, либеральная, а взгляд – это такая более-менее крепкая, крепкая националистическая. Вот так я все проглядываю, мне это занимает 45 минут. Это единственный способ, но на этот способ я вам не могу посоветовать, потому что у меня за годы работы образовалось много фильтров. В мозгу. Поэтому они автоматически выбрасывают 99% всего и вылавливают вот те крупицы истины, которые есть. Вам нужно так приблизительно делать, но не нужно полагаться целиком на мой опыт, поскольку вы поплывете. Поэтому первое, что вы должны сделать – это научиться копаться в чем-то. Это, кстати говоря, обязательно. Если вы не знаете клетки в нескольких клетках, то вам будет трудно понять мир. Сейчас появилось огромное количество экспертов по всему. Вот это… И кажется, что, в общем, вы знаете, информацию можно получить отовсюду, но нужно знать хотя бы несколько организмов экономических, страновых, может быть, исторические какие-то срезы достаточно глубоко, чтобы ваши фильтры заработали. Потому что в противном случае и 90% той самой информации, о которой мы говорим – это просто скачивание информации без ее какого-либо понимания. Вы не как бизнесмен или бизнесвумен, не как аналитик не сможете работать, если вы нескольких тем не будете знать хорошо. Не обязательно эти темы будут относиться к вашей работе. Я сам, между прочим, в жизни сменил профессию интеллектуальную, профессию семь. И поэтому с некоторым доверием отношусь к своим собственным оценкам. – Сергей Александрович, поворачиваем на восток. Перспективно ли изучать китайский язык? – Ну, конечно. Значит, первое – нужно знать, конечно, русский. Вы и так знаете второе – надо знать обязательно английский. Третье – не обязательно знать китайский. А вот все остальные языки – по желанию. Но у нас на факультете, например, очень любят итальянский. Он абсолютно неприменим в мире, но я тоже люблю Италию. Итальянцы – это приятные, веселые, нежные русские. Очень похожий характер. И поэтому я понимаю, почему нас учат итальянский. Но, в конце концов, не обязательно всю жизнь следовать какому-то жесткому успеху. Да, кстати говоря, помните, что развивайте себя постоянно. Итальянский вам тоже пригодится. Потому что если бы я в юности, когда не было возможности читать Библию, не читал бы Данте, я бы очень многое потерял. Потому что в Данте все-таки излагались куски Библии. И куски вот того самого огромного человеческого опыта, который я через Данте впитал. Так что не бойтесь читать интересные вещи. И, кстати, не бойтесь уходить в сторону. Единственная моя просьба к вам – читайте. Вот это естественно, что вам сейчас трудно. Потому что вы проглядываете. Вы брауз, вы быстро выдергиваете, откидываете. Вы, таким образом, не читая, не заставляя себя читать, допустим, две книги в месяц, вы подрываете совершенно точно свои когнитивные способности. Способности к пониманию. Способности к неожиданным аллюзиям. Способность к соединению несоединимого. Это у вас абсолютная проблема. Я могу сказать, что я пережил вашу проблему в 90-е годы. Я, правда, был доктором наук, у меня были книги. Но мне пришлось для того, чтобы сохранить те научные коллективы, которые я возглавлял, и также самому процветать немножечко, умеренно. Я пошел в бизнес. Я занимался научной деятельностью и бизнесом. И я начал понимать, что я что-то не понимаю. Что-то у меня происходит с моими мозгами. У меня сильно упал уровень и способность к анализу к концу 90-х годов. Хотя все равно там было еще все-таки где-то впереди планеты. Но уже сильно я чего-то не понимал. И, по-моему, в 99-м году и в 99-м я сел у себя на даче, решил перечитать в очередной раз «Новую войну и мир», которая, я считаю, что для меня это одно из ключевых произведений, которое нужно перечитывать все время, там все время чего-то находишь. Ну и, опять же, включаешь вот эти аллюзивные механизмы и механизмы связки несвязуемого. Так вот, я выяснил, и да, я сидел в шезлонге, у меня был бокал белого вина с минеральной водой. Я сел где-то в 12, а в 4 часа я закончил. И вот я понял, что со мной произошло. Потому что я просматривал. После этого я уже заставил себя перечитать уже вот так. И потратил на это несколько дней. И вам тоже советую, понемногу читайте. Это даст вам преимущество в любых других областях. Я думаю, что последний вопрос с планшета и потом еще вопрос из зала. Существует мнение, что Китай, ну раз мы на восток уже повернули, существует мнение, что Китай преследует исключительно свои интересы, в основном ресурсы, и отвернется от России, как только она перестанет удовлетворять их потребности. Как вы к этому относитесь? Конечно. Они же дураки, что ли? А вы что, в Китае дружите, используйте их ресурсы? Кстати говоря, мы тоже используем их ресурсы, не только они наши, но не в смысле нефть их. Но мы покупаем их дешевые товары. Мы что, делаем это потому, что мы хотим китайцам? Приятно что-то сделать. Понимаете? А вопрос этот, этот вопрос очень существенный. У многих русских есть комплекс неполноценности. Вот его надо как бы подавлять. Да, у нас будет постоянно с Китаем борьба, соревнования, дружба. Потому что сейчас мы крайне выгодны друг другу. Для Китая мы, во-первых, стратегическая подушка, стратегическая база. Поскольку если Россия с Китаем, то никакое нападение на Китай быть не может, пока Китай не усилился. Он слаб относительно военного отношения. А вот для нас это огромный рынок, который все больше для нас уже и рынок технологий. То есть возможность. Поэтому просто нужно постоянно строить вот такие вот балансы. Вот. Когда у нас была идея, что мы должны стать Европой, и все только в Европу стремились, то мы очень многое проиграли. Хотя очень многое выиграли, мы приняли вот многие экологические стандарты, стали чище. Я все время шучу. И извините за шутку, что Россия получила от Европы... Вернее, одна из причин, почему мы частично отвернулись от Европы, заключалась в том, что россияне хотели получить от Европы три вещи. Личную свободу, которая есть, чистые туалеты и полные магазины. А теперь нам как бы сейчас Европа уже не нужна. На самом деле, мы брали оттуда гораздо больше и очень много невыгодного. Опять же, классический пример. Вот вы, я не знаю, чьи из носки наносите. Вот эти очки. У меня есть точно две одинаковые пары. Одна из них известная немецкая фирма, рекламировать ее не имею права, наверное. У нас стекло стоит 450 евро. А одна из них, по-моему, китайская или корейская, 45. Абсолютно то же самое. А в масштабах экономики это совершенно гигантская выгода. И надо просто каждый раз с открытыми глазами понимать, как вы балансируете в вашем бизнесе. Вы должны строить консорциумы с китайцами, с малайцами, с индусами, с европейцами. Пока с американцами не надо, может быть, через какое-то время и с американцами мы снова задружимся. Например, когда они выяснят, что стоять против такого колосса им крайне невыгодно, которым является российско-китайский полусоюз. Да еще с Евразии сзади. Поэтому ничего постоянного нет. Предавать страны и друзей не надо. Одна из самых сильных сторон последней российской политики, последних лет, это то, что мы своих не сдаем. Но китайцы, и мы будем дружить с китайцами, но если китайцы начнут действовать против наших интересов. Ребята, вопрос из зала. Байбуза Иван, студент экономического факультета Высшей школы экономики и Российской экономической школы. В начале своей лекции вы сказали, что главная угроза западно-ориентированного мира, который был последние десятилетия, это подъем азиатских стран, в первую очередь Китая, и его новые амбиции и экономические возможности. Но если мы посмотрим на многие развитые азиатские страны, такие как Япония, Южная Корея, Тайвань, ну Тайвань спорная страна это или нет, в общественно-культурных отношениях принципиальных различий с европейскими странами, как люди живут, чего они хотят, к чему они стремятся, по крайней мере я не вижу из общения с представителями из этих стран. У меня был недавно опыт общения с парнем из Гонконга, Гонконг как бы формальная часть, ну как часть Китая, и я не увидел каких-то принципиальных отношений в его взгляде на мир по сравнению с общением с европейцами. Мой вопрос в этой связи такой. Будет ли Азия чем-то, по вашему мнению, принципиально иным, азиатские страны по сравнению с современными европейскими или США? Или они просто хотят стать новым Западом, стать частью Запада? Отличный и глубокий вопрос. Значит, первое. Азиатский мир впитал. Это значительная часть достижений Запада. Это очевидно. Они новым Западом уже теперь быть не хотят. Они хотят, чтобы Запад был новой Азией. Китайцы. Они потихонечку выдвигают альтернативную свою историю. Это не значит, что мир станет единым. Мир развивается в разных направлениях. Будет китайская модель, будет несколько китайских моделей, в Европе появятся, может быть, еще какие-то модели. Я думаю, что мир развивается как ни парадоксально, несмотря на унификацию технологическую, в разном культурном направлении. И каждая страна, и каждое общество, и каждый человек, каждая группа людей должна выбирать себе. Вы должны выбирать для себя. Смотря по всему. Но Китай не собирается быть как Запад совсем. И там ничего похожего. Внешние признаки есть. Ну, кроме того, что, естественно, люди хотят иметь детей, что люди хотят личного счастья, что люди хотят материального благополучия. Но внутри общества очень сильны, и это нужно понимать, ценностные различия. Я вам... Это, может быть, последний, наверное, вопрос, да? Он очень важен. Я не стал об этом говорить в лекции. Мы считали, что мы идем к единому ценностному миру. И благодаря, кстати, отсутствию военного превосходства, мы идем к разно-ценностному миру. При этом Запад тоже очень быстро меняется. Запад моей юности и той юности, в которую мы стремились, когда были в вашем возрасте, мы хотели вернуться в Европу, был совершенно другим. Это был... Вы сейчас его стараетесь понять, а мы просто не понимали. Для нас Запад это был Вальтер Скотт, это был Уинстон Черчилль, это были галантные, были великолепные отношения к женщинам, поклонения. Это все хорошее. Оказалось, что он немножко стал другим, когда мы к нему приехали. И он будет меняться. И более того, мне кажется, что я не стану углубляться вот в этот... И ценностной разрыв между нами и ими, и между китайцами и европейцами на самом деле расширяется. Один из глубиннейших ценностных разрывов, который сейчас раздирает внутреннее человечество, это противостояние индивидуализма и общества. Считалось всегда, я напомню нам, а вы наверняка это знали, что Европа это, условно Европа, это царство индивида, а Азия это царство общества. Это не так. Это были разные варианты общественной организации. Во все человеческие времена любой человек, вернее любая группа людей, каждый человек мог выбирать себе, конечно, отдельный путь, мог состояться только через служение большей-большей группы, семье, обществу, стране и миру. И только так он мог выжить. Это суть человека. В какой-то момент, благодаря блистательным победам Запада и фантастическому благосостоянию, которое он достиг в силу целого ряда причин, часть из которых я упоминал где-то 60-70-80-х годов, появилась идея о том, что индивид это главное, что существует. Это не так. Это все равно нужно отменять генетику. Хотя я супер индивидуалистичный человек, спросите у моих заместителей. Таким образом, конечно, у нас очень много разного, у нас очень много общего, но мы развиваемся по-разному. Это хорошо. Спасибо.